Здравствуйте, уважаемые подписчики! Продолжаем серию уроков по видеоучебнику ArtCam 2018. Вкладка «Правка» и сегодня мы рассмотрим команду «Выбрать всё». Данная команда включает в себя несколько инструментов по интеллектуальному выбору векторов, основываясь на их какие-то общие свойства. И также у нас сюда включена функция «Лечение векторов», который опять-таки совмещает и «Лечение векторов» и интеллектуальный выбор векторов. Хочу сразу заметить, что данные команды, данные функции, инструменты, они мне очень помогают в повседневной работе, когда приходится работать с большим количеством векторов. Для примера я взял вот такой вот вектор филенки. Вот так-то всё выглядит. После гравировки это визуализация, потом имитация, потом визуализация. И когда у нас такие сложные изделия, ну не только такие, то есть кто смотрел мои видео по гравировке резьбы в арткам, тот знает, что у нас, как правило, используется большое количество слоёв, которые мы разбрасываем нужные нам вектора в разное количество траекторий. Это и по средней линии, и гравировка, и вдоль вектора и так далее. Конечно, настраивать все траектории, разбрасывая вектора по слоям, конечно, хотелось бы быстро, оперативно их выделять. Это как раз-таки нам помогают инструменты, именно группы, выбрать всё. Что ж, давайте разберём поэтапно, а потом ещё разберём именно лечение векторов, потому что это тоже важная тема, без которой будет сложно создавать траектории именно по векторам. Особенно, если вектора делаются в других программах, например, в Core, в WordCamp, в Автокаде и так далее. Итак, начнём с первой команды, где всё просто векторы. То есть это просто команда, которая выбирает все вектора на всех слоях. Обратите внимание, у меня сейчас вектора разбросаны по слоям. Вот они, видите, это сделано для удобства работы. Так вот, первая команда, она просто выбирает все вектора на всех слоях. То есть таким вот образом. Правильнее, конечно, запомнить сочетание клавиш Ctrl-A. То есть выбрать всё, как и везде, ничего сложного. Идём дальше. Дальше у нас выбрать векторы на слой. Здесь же поинтереснее. Здесь выбираются не все векторы, а только те векторы, которые находятся на активном слое. Например, вот я взял, давайте возьмём, вот средняя линия, правка, выбрать, выбрать вектора на слой. Видите, выбрались только те вектора, которые находятся на слое средней линии. Следует, конечно, заметить, что выбрать вектора на слое можно еще, выбрав слой в проекте, нажать правую кнопку мыши, и тут будет команда выбрать все векторы. Имеется в виду выбрать не полностью все векторы, а только те векторы, которые находятся непосредственно на слое. Нажимаем, вот, пожалуйста, вектора выбрались. Ну, конечно, удобнее здесь запомнить именно горячую клавишу. Alt, L. Так, дальше, очень важная команда, которую я часто использую, это выбор незамкнутых векторов и выбор замкнутых векторов. Это очень важная команда, потому что, когда мы делаем вот такую вот резьбу, как у меня, ну, не только, надо выбирать и замкнутые векторы, например, для гравировки, а, например, вдоль вектора мы выбираем незамкнутые. Данная композиция, она также состоит из замкнутых векторов и незамкнутых. Ну, давайте незамкнутых, где у нас находятся? Вот они, видите, это вот имитация пересечений. То есть сами фаны резьбы у нас являются замкнутыми, а у нас есть имитация пересечения. Без этих имитаций пересечения резьба будет смотреться некрасиво, не так объемно. Поэтому добавляются такие вот вектора, вдоль которых идет фреза, и получается имитация пересечения. Давайте на визуализации посмотрим, как это выглядит. Ну вот так вот, видите, она фактически незаметна, что это отдельный вектор. И, конечно, когда мы нарисовали такой рисунок, нам нужно оперативно выбрать все эти вектора, которые относятся к пересечениям. Если делать это руками, это на самом деле очень сложный процесс. Видите, их достаточно много, этих векторов. То есть зажимаем Shift и пытаемся их все выбирать. Но, как правило, часто бывает, что можно пропустить вектор, например. Я вроде бы все выбрал, ага, смотрим, а вот здесь забыл. И поэтому для удобства лучше воспользоваться командой автоматического выбора незаметных векторов. Так, то есть заходим сюда, правка. Я тебя примасштабирую, чтобы было лучше видно. Правка. Выбрать все. Выбрать незаметные вектора. Раз, мы выбрали все незаметные вектора, которые у нас на пересечениях. Но в данной композиции у нас выбрались... Это не единственные незаметные векторы. У нас тут, видите, здесь вот на дорожнике есть незаметные векторы, на птицах и так далее. Можно включать фильтр, который будет выбирать, основываясь на их длине. Но об этом чуть позже. Пока вот запомните, есть функция выбора незаметных векторов. Дальше. Выбор замкнутых векторов. Как я уже говорил, у меня резьба устроена таким образом, вот это вот, да. Что у нас фоны, они являются замкнутыми векторами. И, например, средние линии также являются замкнутыми векторами. Поэтому часто нужно выбрать именно оперативно замкнутые вектора. Для этого у нас есть отдельная команда, правка, выбрать, выбрать замкнутые вектора. Сейчас я зайду, у меня там, наверное, настройка стоит. Так, вот так вот снимаем выделение, правка, выбрать, замкнутые векторы, выбрать замкнутые. Дело в том, что здесь есть два режима выбора. выбор замкнутых и незамкнутых векторов во всем проекте или только выбирать именно в выбранном массиве векторов. Тоже важно, мы потом рассмотрим. В любом случае вспоминаем, у нас есть команда выбрать замкнутые вектора и автоматически выбираются все замкнутые вектора. Хорошо, идем дальше, здесь ничего сложного. Скопировать векторы. На самом деле здесь не совсем правильный перевод, это выбор копий векторов. Если нажать кнопочку задать, здесь будет еще команда замкнутая, это одно и тоже. Запомните, то есть если мы берем вот так вот, не знаю, может у меня такой перевод, значит замкнутые вектора и нажать кнопочку задать, получается повторяющиеся, это получается с одной и тоже. Значит еще раз правка, выбрать все, извиняюсь, не замкнутые вектора, а скопировать вектора. Вот команда повторяющиеся, это одно и тоже. Что она делает? На самом деле эта команда меня не раз выручала. Это очень важная команда, без нее бывает иногда сложно. Может вы когда работали с ArtCam и когда, например, рисовали вектора в Core или в Illustrator, либо в AutoCAD, либо экспортировали их в ArtCam, у вас получалась такая вот нехорошая штука. Сейчас я покажу. Сделаем копию и положим копию поверх вектора. То есть когда у вас, видите, накладываются вектора друг на друга. Вот такая вот бывает очень нехорошая штука. Давайте еще пару в пару местах сделаем. Сделаем копию. Такое часто бывает при экспорте, например, программа создает копии. Если там неправильно будут выставлены параметры экспорта, вернее импорта в ArtCam, мы потом об этом поговорим. Но в любом случае у нас получается, получилось наложение векторов. Видите? И если мы запустим проверку ошибок, нам программа покажет, что у нас есть наложение векторов. Даже когда мы набрасываем лассо, сейчас идет проверка, вектор сложный. Когда мы выбрали вектор, у нас подсвечивается красным здесь, здесь, здесь. Ну вот он нам показывает, видите? Вот. Большим количеством зеленых точек здесь, здесь, вот здесь. То есть у нас идет наложение векторов. И как с этим бороться? Когда там пару векторов, конечно, несложно. Можно там взять, набросить лассо, посмотреть, где у нас подсвечивается красным, запомнить и выбрать, и удалить. То есть, грубо говоря, выделить, сместить и нажать дел. Ну, когда много повторяющихся векторов, когда много наложений друг на друга, а может, ну, накладывалось там не два-три вектора. Ну, бывает такой, там, дизайнер ошибку сделал, допустил наложение векторов друг на друга. Так вот, очень полезная команда, это как раз таки вот правка. Выбрать все. Получается скопировать вектора. Ну, по-русски, по-правильному. Найти копии векторов. То есть, нажимаем эту команду, и она автоматически находит. Можно сначала сделать выбор, потом правка, выбрать все, скопировать вектора. Все, видите, программа сбросила выделение со всех векторов. И там, где двойные, тройные вектора, она их выделила, оставив только один на слое. Смотрите, теперь я могу спокойно сместить, видите, без проблем. Все, и мы таким образом избавились, видите, от наложения векторов. Неважно, может быть, два вектора друг на друга наложим, давайте положим три. Давайте еще копию сделаем, так. Вот копию сделаем, у нас получится эти три вектора, три наложения. Это на самом деле бывает проблема, тот, кто занимается с векторами, знает. Ну, неважно, все равно, даже если три вектора, вот смотрите, правка, выбрать все. Так, скопированные вектора, все, видите, я смещаю. Он все равно останет, оставит только один. То есть, такой незаменимый инструмент, когда нужно почистить вектора, убрать повторы векторов, когда вектор лежит на векторе. Хорошо, полезная функция, запоминаем, ну, или инструмент, кому как угодно. Так, скопировать вектор, понятно, вектора по часовой стрелке, вектора против часовой стрелки. Интересный способ выбора векторов. Дело в том, что, когда у нас замкнутый вектор, у него может быть направление по часовой стрелке и против. Как определить, вот как этот замкнутый вектор, он по часовой или против? Нажимаем правую кнопку мыши, и у нас, видите, стоит по часовой стрелке. Это значит поменять на направление по часовой. Значит, он сейчас у нас, на самом деле, идет против часовой, да. Ну, так любой вектор. Значит, выбираем по часовой. Раз, теперь все, он был против, стало по часовой. Давайте посмотрим. Значит, правка, выбрать все, и нажимаем, например, векторы по часовой стрелке. Раз, видите, здесь я поменял, пустил по часовой, видите, можно проверить, сейчас правая кнопка, да, он прилыхает против, значит, это у нас по часовой. То есть у нас выбрались вектора, которые были по часовой. Давайте выберем против часовой. У нас выбираются вектора, которые против часовой. Опять-таки, напоминаю, это работает только для замкнутых векторов. Иногда я эту функцию использую. Ну и как поменять направление? Еще раз запоминаем, правая кнопка, и здесь меняем направление. Против часовой, либо по часовой. Хорошо, идем дальше. Ну и здесь более уже простые команды. Вектора меньше текущих, больше текущих, меньше вектора, меньше текущих, длиннее текущих. Тут нужно, смотрите, у нас эти функции не активны, потому что не выбран ни один из векторов. То есть выбираем, например, я беру такой вот вектор, правка, выбрать все, и все. Теперь у нас команда загорается. Например, можно теперь выбрать вектора меньше текущего. Пожалуйста. Как считается, считается именно, если мы нажмем здесь вот, задать, считается именно вот у нас получается миллиметр квадратный, то есть длина считается и площадь считается. Поэтому, на самом деле, команды, которые меньше текущих, я их редко использую, потому что мне удобнее нажать задать и здесь уже задать более точные параметры. Например, длину вектора и площадь вектора. Здесь, кстати, хорошо на подсказочке срабатывают. Вот эти с площадью меньше, чем задан. То есть мы указываем диапазон и это проще, потому что здесь мы не понимаем, какие у нас будет больше, когда у нас такой сложный рисунок. Но в некоторых случаях можно использовать. Поэтому запомните, у нас есть команды меньше текущего, больше текущего. Получается длиннее текущего, то у нас получается не площадь, а длина. Ну вот эти команды, я говорю, проще нажать кнопочку задать и вот здесь мы уже можем более точно задавать. Вот как раз таки сейчас мы это на практике рассмотрим, потому что эти вот команды, где мы вручную задаем параметр векторов. Меня не раз выручали, когда нужно с таким большим объемом векторов работать, чтобы вручную не выделять и так далее. Так, ну давайте все по очереди. Что у нас здесь? Точность. Точность кривой. Ее не рекомендуют задавать слишком большой. Это будет влиять на скорость. То есть любая кривая, она, видите, программа преобразовывается в набор отрезков. Длина отрезка указывается, как правило, вот здесь. Если слишком большую точность поставить, это приведет к замедлению работы. Это, кстати, также для расчета УП, между прочим. Так, дальше идем. Выбрать вектора. Здесь важный такой момент, как будет программа работать. Например, она будет выбирать во всей сцене вектора, когда мы выставим какие-то параметры, например, замкнутые, нажмем. Видите, он работает во всей сцене. А можно сказать программе, чтобы она работала только из текущего деления. Например, мне нужно выбрать фоны. Вот эти вот замкнутые векторы, здесь будет отдельная фриза работать. Если фоны меньше, то для нее будет другая фриза работать. Вот я хочу, чтобы она выбирала фоны только из выбранного. Поэтому я делаю вот так вот выбор, ставлю выбор только из текущего выделения. И смотрите, у нас дублируются кнопки, которые были в правке отдельно. Вот они, видите, не замкнутые, замкнутые, повторяющиеся, по часовой, против, вот, например, замкнутые, раз. И, видите, он выбирает только в пределах текущего выделения, давайте не замкнутые, раз. Так, сейчас еще раз набросим лосо, не замкнутые. Видите, он выбрал только в пределах текущего выделения не замкнутые вектора, в данном случае вектора пересечения. Очень хорошая команда. Так, ну, замкнутые, понятно. Вот, про что я говорил, повторяющиеся. На самом деле, это вот именно, опять-таки, это выбор копии, как мы говорили здесь, правка, да, скопировать вектора. А то же самое здесь, повторяющиеся, это ошибка перевода, это выбор копий. То есть, смотри, давайте я сейчас копию создам, так, вот сюда перемешу, вот у нас есть наложение, и опять-таки, вот сейчас, так, нажму повторяющиеся, у меня, видите, сразу выбрал лишние копии, оставив только одну. Так, хорошо, дальше выбор по часовой, это мы уже говорили, против часовой, в зависимости от построения вектора, у нас происходит выбор, либо сбрасывается. Так, ну, опять-таки, меняем направление, правая кнопка, вот, по часовой, либо будет гореть против, в зависимости от того, как у нас вектор построен. Так, дальше, вот эта важная команда, замкнутые вектора, не замкнутые, вектора длиннее, чем, вектора короче, чем. Это хорошая команда, давайте начнем с векторов короче, чем, вектора длиннее, чем. Вот, смотрите, вот такая у меня композиция, она у меня сейчас разложена уже по слоям, Но изначально все вектора были на одном слое И представьте, сколько здесь разных векторов И каждому группе векторов должны применяться свои фрезы Например, вот у нас есть такие вертикальные палочки Называю украшение дорожника То есть вдоль этой отрезка будет идти фреза И становится такой специфический орнамент Он так вот выглядит, вот он, видите, красиво смотрится Но, естественно, нужно все эти палочки выбрать И поместить на отдельный слой все эти отрезки И тут проблема Если выбирать руками, это достаточно долго То есть, смотрите, нам нужно вот так вот каждый элемент выбрать Удерживая клавишу Shift, да, например Смотрите, сколько здесь много Здесь, здесь, по кривой еще сложнее То есть придется по отдельности выбирать И даже не получится выбрать половину и отразить Почему? Потому что, видите, у нас по-разному созданы переплетения То есть, смотрите, здесь сюда заплетается, а здесь сюда То есть уже если мы отразим выбор направо этих отрезков Придется подгонять и здесь, и здесь То есть такая достаточно крепотливая работа, да Если это все делать руками А как же выбрать... Конечно, было решение сразу, когда, допустим, в Короле рисовали Рисовать это все на отдельном слой И экспортировать уже в WordCamp с сохранением слоев Но, допустим, это все было нарисовано на одном слое Как нам оперативно вот эти все отрезки выбрать Потратить на это, ну, секунд, там, 10-15, да? Не работая руками, что руками мы потратим здесь, наверное, полчаса Ну, минут 20 как минимум, ну, даже и больше Так вот, как раз-таки сейчас мы воспользуемся от команды инструкторного выделения Нам просто нужно посмотреть длину А, в чем проблема, кстати? Здесь, когда студент рисовал, он допустил разные размеры То есть здесь у нас размер отрезка 1 То есть он больше А вот, например, где-то вот здесь вот отрезочки меньше Вот Ну, здесь они, видите, подрезаются вот в этих местах То есть такое достаточно сложное выделение Ну, вот воспользуемся инструкторным выделением Узнаем размер сначала одного отрезка Для этого выделяем отрезок, нажимаем Свойства Видим, что в районе 20 То есть 18, 334 Хорошо Находим команду короче, длиннее Ну, я, наверное, до 20 увеличу здесь и здесь Пускай будет так И нажимаем, смотрите, вектора короче, чем Так, единственное, берем Нам надо во всей Во всей сцене, да Нажимаем вектора короче, чем 20 Так, раз, и мы видим, что мы попали почти, видите То есть все вектора, которые нам нужны Они у нас выбрались Потому что они у нас короче, чем 20 Так Уже можно поместить, создать, например, отдельный слой Так Напишем отрезки Дальше нажмем правую кнопку переместить Вектора Так, и, например, на слой отрезки Так, где у нас, вот он, слой отрезки Все, выключаем Вот у нас уже, смотрите, уже тут, в принципе Почти все готово Ну, можем Будет вектора длиннее, чем И можем немножко тут скорректировать Например, поставим 15 Посмотрим Да, он у нас, видите Еще можем 16 поставить Или, например, здесь можем уменьшить Посмотреть, сможет он выбрать более Да, вот что, здесь вот меняем 16 То есть, тем самым отсекаем, видите Часть векторов, которая Короче, так Ну, здесь вот нам это нужно Поэтому вернем Давайте Вот так вот сделаем 17 Нет, ну, давайте 12 Да, вот 12 Да То есть Здесь мы почти Ненужное убрали Остальное можно Да, выбрать руками Я сделал короче, чем 12 У нас, видите, выбрались Такие вот мелкие вектора Хотя, видите, ему тут надо быть аккуратным Потому что мы зацепили Вот здесь Ну, все Так, нажимаем Delete Вот, а остальное, в принципе, уже можно удалить Просто Используя Обычную команду удаления Вот, это намного быстрее, чем мы бы Все это выделяли Получается, по отдельности Как видите, инструмент прекрасный То есть, без него У нас бы ушло намного больше времени А здесь мы буквально за пару кликов Ну, это я рассказываю Так, если не рассказывать, не объяснять Ну, секунд 20 И мы бы все почистили здесь Ничего сложного Давайте рассмотрим Выбор замкнутых векторов Основываясь на их площади То есть, меньше, чем И больше, чем Я подготовил вот такой Учебный Ну, не учебный Мой рабочий файл Это у нас резьба Верхний пояс Одежь престола Вот так она выглядит Если нажать Увеличится Вот она И нам необходимо, например Выбрать Вот эти вот элементы рисунка Так, чтобы, например, к ним применить фрезу В90 А вот, например, к средним линиям будет фреза В60 И вот нам нужно разделить И как это сделать? Руками выбрать эти все вот Ну, скажем так Центральные элементы листьев Да? Это долго Нам нужно вот так вот по каждому кликать А вот этот вот пояс Он может быть Как и здесь Такой небольшой длины А может быть и метр И полтора Да? И лассо Опять-таки Можно пытаться лассо Но это неудобно Видите? То есть, можно примерно прицелиться Конечно Там попытаться Вот таким вот образом Но, как видно Это все равно Неудобно Представьте, что Ну, допустим Вот этот был бы По дуге Да? Орнамент расположен Там Или по окружности Поэтому здесь удобнее Воспользоваться Интеллектуальным выбором Но Нам нужно узнать площадь Как узнать площадь? Достаточно просто Выделяем вектор Правая кнопка Свойства И видим Вот наша площадь 36853 Копируем его в буфер обмена И давайте Выберем Основываясь на Получается Так Единственное Вот здесь мы укажем Пускай у нас Будет меньше 35 Замкнутая вектора Которая меньше Чем Так А здесь у нас Будут такие же И нажимаем Значит меньше У нас Видите Выбрал то что меньше А то что больше Он выбирает так То есть В принципе Все Мы диапазоном Охватили Все ненужные вектора Смотрите Значит Нажимаем Меньше чем Так Допустим Переносим на другой слой Или удаляем Дальше Больше чем Так Пожалуйста Вот У нас остались вектора Но мы уже знаем Из предыдущей части урока Нажимаем не замкнутый Да Относ не замкнутый И тоже переносим Или удаляем Все Видите Я без лишних проблем За пару секунд Отделил нужные мне элементы Именно основываясь на площади Поэкспериментируйте Я приложу данный файл К уроку Ну Может какие-то Свои файлы В любом случае Это очень сильно помогает Работать Особенно Если вы будете Как я Работать с большим Количеством векторов Этот интеллектуальный выбор Он Более чем Хорош Разберем Группу инструментов По поиску ошибок Вот эту Группу инструментов Я использую Почти каждый Каждый раз Когда Составляю Траектории По векторам Потому что Как правило Когда мы рисуем В корле В иллюстраторе Экспоративным вороткам Естественно У нас набегают Какие-то ошибки Вот И ошибки у нас Бывают разные Самое распространенное Это у нас Получаются Петли Дальше Самопересечение Векторов И когда у нас Вектор должен быть Замкнутый А по факту Он разомкнутый То есть Мы ищем совпадение Точек Сейчас об этом Во всем поговорим Более подробно И начнем Естественно С такого Часто распространенной Ошибки Это Петля Петля образуется Как правило В замкнутом векторе Когда мы используем Кривую без Е Ну вот я подготовил Пример Вроде бы С дали Все нормально Вот видите Но когда мы начинаем Приближаться Мы увидим Такую петлю Петля Она может быть разных Размеров Как правило Она более коварная То есть Она может быть вообще Вот такой вот Маленько незаметной Видите И ее фактически Невозможно Визуально определить Тем не менее Когда у нас Такой сложный рисунок Представлять Нужно каждый вектор Посмотреть Есть там петли А нету Петли Но если мы К такому проблемному Вектору Попытаемся Применить Траекторию Любую Траекторию Которая работает По замкнутому Контуру Там например Гравировка Посредняя Гравировка Выборка У нас программа Выдаст ошибку Давайте попробуем Применить выборку Ничего не буду Настраивать Просто фрезу Применил Говорит Вектора Само пересекается Ничего У нас не считается Все из этой петли Значит Как мы ее находим Выделяем все вектора На том случае Я здесь выбрал Один вектор И нажимаем Обнаружить Все Программа автоматически Обнаружила нашу петлю Теперь можем Поставить галочку До этого галочка Была недоступна Теперь можем поставить Вот у нас Уявляются настройки Что за настройки Во-первых Мы можем Сразу В принципе Нажать Исправить ошибки У нас видите Петля удаляется Вектор замыкается Но есть И от настроек Интересно Давайте их рассмотрим Значит Оставлять Либо удалять Петли В зависимости От площади То есть Смотрите Если петля У нас будет Равняться Какому-то проценту От Общей площади Нашего замкнутого Вектора То она либо Останется Либо удалится Вот сейчас У нас стоит 5% Естественно Что эта петля Она меньше Чем 5% Тут идет На десятки Процентов И она у нас Удалится То есть Смотрите Я нажимаю Исправить ошибки Петля удалилась Но Давайте Сымитируем Какую-нибудь ситуацию Да Я сейчас так Условно Нарисую Восьмерку Чтобы вам было Понятно Так Вот представьте Что у нас Такой вот объект Сейчас Извиняюсь Еще раз Так Вот такой у нас Объект И здесь у нас Есть пересечение Но это уже Не какой-то дефект Это у нас Как бы Является Общей Композицией То есть Нам нужно Ставить И вот эту часть Да И вот эту часть Просто разомкнуть На основе пересечения Вот здесь уже Можно поиграться С процентом И дать понять Программе Что нужно не удалить А просто разомкнуть Например Давайте поставим 70% Нажимаем Исправить И что мы видим Видите Все Программа Разомкнула И сделала Два замкнутых вектора То есть Не удаляя Если бы у нас Например Стояло Например Два процента Исправить ошибки Ну в принципе Тоже У нас Здесь получается Нужно поставить Наверное Больше Ста Да Сто двадцать Видите У нас Программа посчитала Одну часть за петлю И удалила То есть Так вот Играемся процентом И при необходимости Ну конечно В большинстве случаев Как вот в моем примере Да Вот здесь Нам естественно Все маленькие петельки Их нужно удалять Поэтому Они как правило Десятые проценты От общей площади Поэтому тут Двоечка Единичка Неважно У нас все равно Петля удалится Так Дальше Бывают такие вот ситуации Что иногда При удалении петель У нас портится Даже посмотрите Вот я нажимаю Исправить ошибки И видите Немножко меняется Кривизна вектора Ну здесь В данном случае Вообще Роли никакой не играет А бывают ситуации Что Удалили петлю Кривизна вектора Поменялась И уже Ошибка Получает Там фрезеровка Одна наладит На другую Например Так вот Иногда полезно Не удалять Исходный 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 вектор С петлей А вот его Оставить для сравнения Тогда у нас Здесь галочка Сохранять исходное Ставим И автоматически Программа Создает слой Поэтому давайте Создадим слой Ну название Создадим А программа Сама создадит Ну создадим Название Проверенное Так Вот поставили галочку Смотрите Нажимаю Исправить ошибки Видите Программа Создала слой И на слой Она поместила Уже проверенный вектор То есть давайте Все слои отключу Вот видите Вот наш проверенный Без петли Ну и при этом Она Видите Оставила И Получается Оригинал И мы видим Что видите Есть немножко Изменения То есть В оригинале Из петли У нас была Такая кривизна А здесь Немножко кривизна После исправления Петли Поменялась И мы можем Там например Ну поправить Да При необходимости Ну понятно Думаю Да Это бывает Не так часто Оно бывает Нужно Поэтому Будьте Аккуратны Если у вас Есть подозрение На то Что программа Немножко Портит Вектор Удаляя Петли Обязательно Дайте имя Слою И скажите Что бы Программа Делала Резервную Копию Ну в принципе Здесь и все По петле Как видите Ничего здесь Сложного Нет Нет Конечно Они доработали Значительно Исправление Векторов По сравнению Допустим С восьмой Версии Тысяча восьмой Версии Поэтому Я всегда Рекомендую Мне спрашивают На какой Версии Лучше работать Всегда лучше Работать Если у вас Стоит Как бы Необходимость Делать Уп Вордками То берите Всегда Восемнадцатую Версию Так Хорошо Дальше Идем Взаимное Пересечение Векторов Это тоже Частая Ошибка Она Какого Плана Эта ошибка Вот смотрите Вот у меня Есть Вот три Элемента Они Относятся К листочку Если я сейчас Попытаюсь Сделать Гравировку Для них Вот смотрите Траектория Гравировка По средней Линии Естественно Она Нам Выдаст Ошибку Потому что Да Видите Пересечение То что Вектора У нас Пересекается Если мы Нажмем Пересечение Векторов Обнаружить Естественно Он нам Зелененьким Подсветит Видите Пересечение Здесь Никакого Автоматического Влечения Нет Здесь просто Нужно Вектора Вручную Раздвинуть Сбросить Маркеры И потом Опять Обнаружить Видите Проблем Не будет Если мы Сейчас Запустим Гравировку По средней Программа Без проблем Обработает Данные Вектора Ну вот Видите Проблем Нет Это Самый Безобидный Тип Ошибки То есть Пересечение Дальше Совпадение Точек Очень Важная Проверка На ошибки Это Совпадение Точек Она Работает Совместно С командой Вектор Получается Объединить С Совпадающими Узлами Не путайте С командой Лтс Объединить Две команды Разработчики Путаницу Несли Вот У нас Есть команда Объединить С впадающими Узлами Для чего Это вообще Нужно Смотрите Вот Допустим У нас Есть Такая Часть Векторного Рисунка Это Замкнутый Вектор Для него Будет Применяться Гравировка А мы Как знаем Траектория Гравировка Она Работает Только Для Замкнутых Векторов А что Может быть То Что При Импорте У вас Этот Вектор Разомкнется Давайте Я сделаю Копию И Сымитируем Разомкнутый Вектор Для этого Я Просто Здесь Поставлю Узел И Например Здесь Ударю Сегмент Так Ну Ударю Участок Это может Примоночная Гравировка Клавиша Делать Но Я пока Сделаю Так И Давайте Здесь Поставим Поставим Узел И Ударим Участок Так Все И у нас Смотрите Что Получается Вроде бы Сдали Вектор Замкнутый Да Но По факту Он состоит Видите Из Несколько Векторов Так Давайте Сюда Поближе Сделаю Чтобы Иллюзия Замкнути Была Стопроцентная Такое Часто Бывает И Получается Что Если Пытаюсь К этому Вектору Применить Вот Я вот Так Выбрал Думаю Он Замкнутый Пытаюсь Применить Траектор Например Ну Ту же Самую Выборку Я то думаю Что он Замкнутый Нажимаю Вычислить Он мне Пишет Незаданная Траектория Для текущего Инструмента Все Он не может Работать С Незамкнутым Вектором Так вот У нас Есть специальный Инструмент Поиска Совпадения Точек Нажимаем Обнаружить И он нам Сразу Видите Говорит Вот они Совпадения Точек Зелененьким Подсвечивает Вот здесь Есть точность Точность Это регулировка Зазорчика На каком Он будет Искать Расстояние По моему До сотой Или до десятки Можно задать точность Как правило Хватает Хватает Одна десятая Тут уже Видите Точность Меньше Где-то Одна десятая Будет Да Вот Так вот Смотрите Как только мы обнаружили Вот эти вот Разомкнутые вектора Не надо их вручную Соединять Есть специальная команда Заходим сюда Вектор Объединить Совпадающими Узлами Выбираем Здесь Зазор Ой Точность Опять-таки Этот зазор Выставляется Нажимаем Объединить Все Программа Автоматически Объединила Так Вот здесь Вот она Объединила Видите То есть Давайте еще раз Было Я нажал Объединить Стало Но вектор У нас по-прежнему Разомкнут Поэтому нам нужно Еще попутно Применить команду Вектор Замкнуть Вот Переместить Конечный и начальный Узел Все Мы это сделали И теперь можно Без проблем Применить Траекторию Но вот эта Траектория Выборка Он без проблем К замкнутому Вектору Применится Так Ну вот Видите Никакой ошибки нет То есть Еще раз Значит Это у нас Поиск На совпадение Точек То есть Когда у нас Вектор Вроде бы Разомкнут Или разорван Но при этом Нам нужен Замкнутый Вектор То есть Мы этой командой Ищем Совпадение Точек А потом Применяем Вектор Объединиться С совпадающими Узлами И при необходимости Еще Команду Замкнут Снут Уже Можно Продлить Но Как правило Я выбираю Чтобы переместить Начальный И конечный Узел Вот В принципе И все По данному Инструмент Видите Инструмент Достаточно Объемный Посмотрите Видео Обязательно Повторите Все мои Объяснения Потому что Я всегда говорю Что важно Не только Смотреть Видео Но и Повторять То есть Вырабатывать Навык И до новых встреч